Вы хотели что-то сказать? Да, да. Ясно. Просто тоже в Бога верю. Добрый день. Только без руганий, чтобы было, ни одного плохого слова. Можете говорить? Не, я не ругаюсь. Ну ладно. Я просто тоже в Бога верю. Верите в Бога, да? Да. Я хожу в церковь, я даже во алтаре был, пою. А вы знаете, что сейчас Великий пост идёт? Да, знаю. Мы не едим ничего местного. А вы соблюдаете пост? Да. Значит, вы не едите, что церковь не разрешает? Да, то есть мы не едим ничего, ну кроме... А у вас дома... ...последствия не ем, не знаю. А у вас дома Евангелие есть у вас дома? Ну, вообще, есть, но я не знаю. А вы его считаете? Заповеди Божьи знаете? Ну, заповеди я знаю, но они не наизусть сейчас. Я знаю, какие есть, но именно как... Ну, просто, просто, просто заповеди. Две Господь их... Десять заповедей в две свёл. Да. Возлюбить Бога всем умом, всем сердцем, всей крепостью. И ближнего, как самого себя возлюбить. Заповеди эти не тяжкие, если мы живём без греха. А если грех человека сломил, человек не раскаивается, в церковь не идёт. Грех как тяжесть на нём. Оно давит его к земле, прижимает. И человек только думает о земном. Вот здесь вот этой рулетке. Тут половина мужчин голые лежат. Люди ищут разврата, беды всякой. И они прямо творят блуд здесь открытый, раздетый, половыми органами хвалятся. А безумел народ-то. Это Содом и Гаморра. Не просто сейчас... Да. А вы в каком городе? Город Барнаул, Алтайский край. Я тоже в Барнауле жил. А вы Владыкова хоть раз видели? В Владыку? Да. Ну, конечно. Он у нас вот только служил литургией. Здесь был 3 февраля или 4. А я его каждый день посещу вижу. Я в семинарию поступил. В фонтинад. Вот как. Ну вот, если вы зайдёте на наш ресурс, на YouTube. YouTube называется «Во свете Библии». Вот зарядите его. Пока это скажут. Запишите «Во свете Библии». «Во свете Библии» и моё имя, фамилию запишите. Игнатий Лапкин. Хорошо. И потом вы посмотрите. Там зарядите такое слово «метрополит». И вы увидите, как митрополит Сергий у нас служит. У меня брат протеерей. И ему 40 лет, как он в этом сане. И владыка у нас служил здесь. В нашем храме здесь. И вы всё это увидите. Как он награждает. Как мы к нему подходим. Я причащался в этот день. Вы всё это увидите. Он для нас отец родной. Владыка этот. Мало таких владык. Очень и очень добрый. По крайней мере, по сегодняшний день. Ну ладно, до свидания. Храни вас Господь. С Богом. С Богом. Да. Он раздел. Половина людей бросил при дороге. Никому негодные валяются мужчины. Такие хорошие. И никто их не оденет. Холодно. Лежат голые везде. Прямо половина. Вы хотите что-то поговорить? Сказать? Дед, ты как сюда попал вообще? Ну вот. Мы здесь уже 50 дней. Рассказываем о Боге. Считаем Евангелие, Псалтырь. Вот. Ещё ж голые-то все. Собрались-то для блуда сюда. Здесь не регистрироваться, не надо ничего. Прямо с ума сошли мужики-то. Ну, женщина слабый сосуд, понятно. Но мужчины-то что? Процента 80 мусульмане. Ну, что же так себя опустили-то? Прямо голые, совсем голые. Открыто совокупляются, как скотина какая. Ну, это же не один, не два. Я говорю, сколько. Больше половины. А мы считаем Евангелие. Время. Время сейчас такое, дед. Что ты сделаешь? Ну, а что? Делать ничего не надо. Надо работать, молиться. А что лежать-то? Лежать. Ну, дай тебе 100 женщин. И всё, ты дальше-то будешь. У Соломона было тысячу. И с чем он умер? У князя Владимира было 2000 наложниц. Ещё он, не знаю, всё то же самое. Всё то же самое. Это человек увлекается. Сатана смеётся над ним, и покаяния нет. А покаяния нету. На нём, как тяжесть, грех лежит, давит его. Всё перевёрнуто. Это Содом и Гоморра. Бог сжёг огнём. А мы живём-то хуже Содома. Прости, Господи, помилуй нас. Вот я считаю, здесь вот Псалтырь, Евангелие, люди. Мало кто слушает. Как увидят, дети смеются, сразу хохочут. А мы молимся, чтобы хороших проповедников Бог послал к язычникам, к христианам, к иудеям, к мусульманам, к буддистам, чтобы все услышали о любви Божией, потому что Бог отдал Сына Своего Иисуса Христа на казнь. И Он взял грехи наши на Себя, чтобы мы, веруя в Него, имели жизнь вечную. Ведь это не выскажешь, какую Бог любовь нам оказал. Когда мы были грешниками, а Иисус уже умер за нас, а потом воскрес третий день. Какая-то жизнь без Бога-то бессмысленная. Ну, наился, напился, ну, наблудился. Дальше что? Дальше-то жизнь-то кончается всё равно, хоть сколько ты ни крути, ни верти. А когда человек верит, он с каждым днём ожидает встречу с Господом. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную, а неверующий не увидит жизни. Но гнев Божий пребывает на нём. Есть ад, мучения вечные, где скрежет зубов. Это грешники. А омытые кровью Христовой идут в Царство Небесное. У него человека великая цель. А до этого надо делать добро, заповеди исполнять Божьи, любить ближнего, как самого себя. Главное – Бога, всем умом, всей крепостью. Это такие великие заповеди. А человек неверующий, он наелся, напился, там, обборовал кого-то, обманул. Но тебя тоже обборуют, обманут. Ты один, а их компания. И все с ножами. Ну, ещё дальше жизнь кончилась. А когда ты верующий, к тебе по-другому относятся. Я вот верующий, 56 лет, и меня сажали не один раз. Я опять тюрем прошёл. И отношение заключённых, вот ко мне, к верующим, совершенно другое. Я молюсь, нигде не лезу. И кто бы ни пошёл на суд, в нашу камеру 112-ю, все стущат. Скажите, батюшки, что мы идём на суд, чтобы как-то там полегче было. А потом благодарят. А я только молился. У нас там были разные-разные люди. И мусульмане, и верующие были. А к верующим особое отношение. Они знают, что я имею связь с Богом. Если бы у меня начальник был президент, ясно дело, передо мной бы заискивали. Вот. А я имею не просто что-то, а Бога в друзьях. И с Богом разговариваем. Мы ему молимся. Вот встаём в 4.40 всегда, не торопясь, помолись. Вы на наш ресурс зайдите на YouTube, он называется «Во свете Библии». И там увидите, какие мы... Мы там молимся, строим деревню православную. Никто не пьёт, не ворует, не курит. Это вам интересно будет? Вот как... Это Алтайский край, Барнаул. А летом мы в деревне. И как мы проехали, миссионерская поездка была. Господь меня благословил, написал 38 томов книг. Я дарил их библиотеки. Из Барнаула до Владивостока доехали, а потом доехали до Лиссабона, Португалия. Прошли Турцию, Скандинавию, Прибалтику. 650 городов и сёл. И везде дарили книги, которые возрождают жизнь человека. О Боге. Я много преподавал в университетах, в милиции. Поэтому у меня очень большой опыт. И вот Господь через это находит новые души. И поэтому смотреть на то, что... Ну, пролежал-то. А что ты пролежал-то? Бока пролежал. Ждал, когда блудница появится. Так она заразой тебя покроет. Всякая мерзость. А когда у тебя ты венчался в церкви, законная жена, ребятишки, какой ты радостный. У тебя лицо другое. А тут так, не рассмотришь. В темноте где-то сидят, голые, скверно... И всё, пьют и едят. Вот на кого не посмотришь, пьют и едят. Как будто... Зачем тут перед экраном пить и есть? У меня завтрак был, мы поели. Кто на работу? Я вот дома сижу, занимаюсь. У меня голуби, две голубятни в деревне, одна здесь. Мне это интересно. И вот здесь, если в скайпе вы задумаете меня найти, чтобы вопросы задать Игнатий Лапкин, просто запишите. И вы сразу найдёте. С этой фамилией я один. Мы говорим о Боге. Важные дела. У тебя и дети послушные будут. И отношения людей другое. Вот мы прошли шесть мусульманских республик. А то другую, Турцию прошли, там сто стороны Чёрное море. И ни одного мусульманина не было, которые бы к нам плохо относились. Ни одного. Вот так. А мы им говорим о Боге, что спасение во Христе. Христос умер за нас. В доме мулы ночевали. В мечеть ходили, молились. А они там, кто был, жена его, пошли в храм православный. Мы православные. Видите, какая жизнь, она полноценная. И люди разные. И у нас Бог объединяет любовью своей. А универующий только обокрасть, пока сделать, да и был таковский. Так же жить нельзя. Мы должны каждую минуту ждать, когда Господин придёт. Он отдал нам таланты. Вы талант-то свой знаете? Какой у вас талант? Может быть, вы какой-нибудь большой земледелец, виноград вырастите. А может быть, вы ещё что-то можете. Шить одежду, дома строить. Это всё необходимое. А всё никакие должности-то имеют. Что страшно сказать. Работает в абортаре. Аборты убивают младенцев. И убили в России за перестройку за 20 лет 120 миллионов абортов. Это страна убитая. Страна целая убитая. Самими собой в очереве матери. Плакать и плакать надо. Людей-то нету. Россия-то обезлюдила. Она полностью исчезает. И надо молиться, чтобы Господь устроил, как ему угодно. Чтобы правители обратились, и не было покушения. Смотрите, какие большие задачи перед каждым. Я, кажется, ещё пенсионер, 80 лет дома сижу. Нет. Я утром встал на 2 часа раньше, в 2 часа ночи. В 2 часа только почту разбирал. Сколько новых людей. Одни книги запрашивают, другому вопросы решить. Третий спрашивает разрешение приехать. А так 80 лет я кому нужен-то был бы? Только ждали бы, когда ты с дороги уйдёшь. С Богом хорошо. Беспроигрышно. Где бы ты ни был. Везде хорошо. На море, в воздухе. Едешь ты, молишься. Вот мы проехали, ведь не 2 километра, а 120 тысяч километров. Это по экватору, если Земля. Три раза мы обошли. В частном порядке. И для Бога это всё. И ты понимаешь, а глянешься, и Господи, прости мои грехи. Может быть, дело какое-то зачтётся, добрая перед Богом. А тут лежать-то ещё ты прорежишь в темноте. Как говорят, подземные черви люди. Вот нам Господь устроил сегодня встречу. Говорит, а зачем я живу? А может, для того, чтобы мы с вами встретились? Вот если вы в интернете зарядите, Игнатий Лапкин, это моя фамилия, вы меня сразу найдёте в Скайпе, я имею в виду. И там можем мы побеседовать, у вас могут быть вопросы. Вы же интересный, может, человек, а никто и не знает. У вас свой талант, которым вы можете помочь людям, многодетным, сиротам, уделить из того, что ты имеешь, платить десятину на нужды людей. А нет ничего, нету и нету. У вас, может, вопросы какие есть? Нет, у меня нет вопросов. Ничего нету. Что же так-то, нету-то вопросов. А вопросов нет, знаете почему? Две причины. Одна, что человек всё знает, что ему задавать. А вторая, ничего не знает, он даже не знает, что задать. Я в университетах вёл занятия по радио, три программы. Я уже людей маленько знаю. Вот на наш сайт зайдёте, во свете Библии. Там я даю ответ на 4124 вопроса и 55 папок по любой теме. Открыл, ткнул, ответ вышел. А для этого надо учиться. И Господь вас благословит. Тогда вы будете радостью для родителей. А если ты сейчас изблудишься, говорит, как кобель без хвоста, тебе и жена верить не будет. Да и твоя жена тебе верит, не будет верная. Ты же будешь с ума сходить. И до убийства дойдёт. А вот я сидел сколько, я знаю, что жена моя никуда. Она ездила, летала там, ходатайствовала, пробивалась там, передачки подать, литературу. Почему? Она верующая. Она очень верующая. А была учительница. Её выгнали, советская власть. стала работать техничка, это, ну, убирать в комнатах там, они это, на работе, на производстве. Меня посадили, так у неё ведро отобрали, тряпку и выгнали на улицу. И мы всё это перенесли. Что-то спросить? Да я вообще не знаю, ты откуда, деда? Город Барнаул. Мы православные христиане пришли в эту рулетку, чтобы эту тьму осветить евангельским словом. А то тут половина мужиков голые валяются. Где? В щаде рулетка. А, да тут бы хватает. Тут прямо блуд творят, открыто всё делается. И мы решили людям вознестить благую весть, Евангелие почитать, Псалтырь. Вот я и спрашиваю, у вас какие-то вопросы, может, есть? Мы строим деревню православную. Ну, не знаю. Я Библию не читал. Ну, вот она у меня на столе лежит, Библия. Мне-то некогда этим заниматься. Это только вы так думаете, что некогда. Душой надо заниматься. А весь мир приобретёшь, а душе повредишь. Какая польза? Когда умрёшь, то это ничего не будет. А жизнь вечная через Христа откроется. Он умер за нас. Христос кровь свою пролил. Страданием на кресте тебя Он искупил. Ну, не знаю. А что знать-то? Надо каяться и молиться. У вас там церковь-то есть православная? Да, церковь есть. А что же вы? У нас. Достаньте его. Даже, как говорится, поп неверующий. А как вы узнали это? Да как сказать? По егошнему бывшей жизни. О, это неправильно. Если смотреть по бывшей жизни, то Сталин грабил банки. Но судят ещё и по-другому о нём. Да вы чё? Ну, Сталин-то ладно, ему можно. Путин тоже вон грабил банки. Ну, вот. А Гитлер хотел быть священником. Ну, и чё получилось-то? Да. Так что... Не знаю. На кого не смотрите. Священник был, да мало что было. Апостол Павел был гонителем, а стал апостолом. Ну, как сказать. Я бы не сказал, что он стал священником, наш. Ну, я не знаю. Не знаю, что... Муж мне дела не забросил. Ну, не знаю. Вы на него не смотрите. Я просто живу, вот не поверишь, дед, живу напротив церкви, рядом, буквально, перейти дорогу. И ни разу, в принципе, туда не ходил. Так. Это как? В заслугу вам ставить? В заслугу вам поставить разве? Нет, нет, нет. Заслугу мне за это не надо. Просто у нас из местных, кто вот живет рядом, в принципе, никто не ходит в церковь. Так ты пришел к Богу, а не к человеку. Зачем вы так это объединяете? Ты встань в уголок, да и молись. Что тебе он священник? Он пойдет в ад, а ты в рай. Да, да, не помогают эти молитвы ваши. Э, нет. Я знаю таких священников, которые недостойно называются. Это действительно так. Ну, а зачем? Я могу повлиять на него. Мне вот Господь дал такое в жизни, за Бога претерпеть. Я опять в тюрьм прошел лагерь, а после 18 лет сотрудничаю с тюрьмой. Они знают, что я каторжник. Меня заключенные уважают. Я выступаю перед ними. И люди становятся на правильный путь. Меня следователь обратился, стал верующим. Начальник тюрьмы умер по-христиански. А сколько людей в лагере там обратилось? Вот Бог как делает? Ну, не знаю. Вы зайдите вот во Святе Библии, YouTube, Игнатий Лапкин, моя фамилия, и вы сразу меня найдете там. Или по скайпу, если вопросы будут. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Да. И вы увидите. Вопрос это в принципе. Против меня там сотни роликов делают люди, которые мной недовольны. Там и священники против. Мне что до этого? Господь сказал, меня гнали, будут гнать и вас. А ты делай свое дело. Я как могу, делаю. Без помощи государства. Начальники детского лагеря. Лагерь образовал православный. 45 лет. Тысячи детей подняли. Ни рубля государство не дало. Сейчас строим деревню православную. Дороги сами. Все делаем. Ну и что? Храм построили. Школа государственная. На свои средства. Держат коров там. Фермер. Еще смотреть на этот. А поп не такой. Так он за себя ответит. Господь говорит, что говорят, то делайте. А по делам не поступайте. Это неправильно, дорогой. Ну, в принципе, правильно. Ну, конечно. Но если смотреть так. Ну, живут же с нами люди. Нас-то терпят. А какие мы-то сами? Да, мы-то вреднее. Ну, я как-то себя вспомнишь, кто был. Голова сама откручивается. Господи помилуй. Что ты со мной? Я работал на корабле, и в это время я уверовал. После армии. Сразу началось гонение, полоса. Меня сверху сбросили отовсюду. Только мог делать пещи и сторожем быть. Я строитель, а прорабом был. Нигде не дают работать. Коммунисты боялись всего этого. А сейчас я три радиопрограммы вел, в пяти университетах занятия вел. Изменилось все. Ладно, деда. Давай я тебя, если что, найду там. Игнатий Лапкин, запишите. Это по скайпу. По скайпу. А если зарядите сайт, то найдете сайт наш. Но главное, ютуб. У нас 14400 роликов там. И вот что с вами говорим, это все будет стоять в интернете. Да, вы что? Да, обязательно. И вы себя увидите, как вы разговаривали и как улыбались. Ну ладно, ладно. Заходите на наш ютуб, по свете Библии называется. А которые против меня говорят, это вам враги говорят. Можешь и не слушать. А там против всех говорят. Да. Нет такого человека, против которого... Они против Бога говорят, против Христа. Что сделаешь? Всего хорошего. Столько людей, столько людей. Да. Ладно, да. С Богом. Немножко удивился просто, извините меня. Ну разве можно так? Если вы мусульмане, но у вас наоборот уважение к старшим, как я знаю. А вы прям сходу меня обругали. Не, я ни в коем случае вас даже не собирался ругать. Ну а как же матерок-то выскочил? Матерок выскочил. У вас может... Я еще говорю, я про... Что, испугался, да, грешник? Увидел с бородой, подумал, красивая женщина выйдет. А тут вышел дядька с бородой. Увидел. Так. 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 Тす-бух.